Юных гостей встречали начальник отдела ГИБДД, подполковник полиции Александр Гудилин и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ирина Чекмарева. Они и провели для ребят увлекательную экскурсию по зданию госавтоинспекции. Первым пунктом посещения стала дежурная часть. Вот здесь у нас сотрудник отвечает на все телефонные звонки, которые поступают, фиксирует дорожно-транспортное происшествие. Затем школьникам показали учебный класс, где проводятся занятия с сотрудниками. Далее посетили зал выдачи регистрационных знаков, побывали в экзаменационном отделе. А также инспекторы продемонстрировали ребятам патрульный автомобиль ДПС. Это была самая интересная часть экскурсии. В спецмашине можно было посидеть. Мальчишки и девчонки интересовались, как она устроена и для чего нужны специальные сигналы. Если почаще вот такие вот открытые двери для детей организовывать, для них, конечно, это очень интересно, познавательно. Потому что мир они познают не только посредством того, что видят по телевизору, но и когда они собственными руками, собственными глазами все это увидели и пощупали. Мероприятие продолжилось в актовом зале. Школьники поздравили сотрудников госавтоинспекции с наступающим праздником, подарили каждому свои рисунки, а также куклу инспектора. Это совместное творчество учителей, родителей и ребят. Дети назвали ее красотка Аня. А инспекторы, в свою очередь, отблагодарили за поздравления сладкими подарками и раздали юным участникам дорожного движения светоотражающие фликеры. Мне тут очень понравилось и у меня вообще захватило дух. Еще нам подарили значки. Это вот для безопасности, когда ночью переходишь дорогу, водители увидят детей. Они, кстати, светятся. И будет в безопасности ребенок. Полицейская машина, что мы в нее залезали, водители. Включали сирену. Безусловно, что экскурсия у детей оставила массу положительных впечатлений. И многие искренне выразили желание вернуться сюда вновь. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.